Контрголоб Сегодня я вам расскажу и покажу, как делается контрголоб на лошади. Что такое контрголоб? Контрголоб это когда лошадь идет в сторону не с той ноги, как бы в левую сторону с правой ноги. То есть, когда у нас лошадь с вами движется в голоб налево, она по идее должна выносить левый перед, левый зад. Впереди у нее должны быть. А контрголоб это когда у нас с вами лошадь в левую сторону идет с правой ноги, то есть выносит правую диагональ вперед. Зачем нужен контрголоб? Контрголоб хорошо уравновешивает лошади голоб, выравнивает ее, делает ее более прямолинейной, более скоординированной. И также контрголоб есть во многих ездах, и в детских, и в юношеских, и также и малый, и средний приз. Вот. Я вам сейчас покажу, как это делается. Что такое контрголоб? Сейчас я вам это продемонстрирую на кругу. Значит, вот мы собираем лошадь. Сейчас я подниму лошадь с левой ноги, то есть пойду в правильную голову. Поднимаю ее с левой ноги. Вот мы едем. Лошадь идет с левой ноги. Левая перед, и левый зад чуть впереди. То есть мы едем правильно, с той ноги, с которой надо. Переходим в шаг. Теперь я лошадь поднимаю в контрголоб. Справа ноги едем в левую, а подниму сейчас справа ноги. То есть лошадь у нас идет с вами сейчас в контрголобом. Справа ноги. Видите, у нее правая нога чуть впереди. Переходим в шаг. Еще раз. Поднимаю лошадь с правильной ноги, с левой. Вот у нас с вами лошадь идет с левой ноги. Смотрите, левая плечика, левая передняя нога, сзадняя нога, и будет диагонально спереди. Это правильный голову. Переходим в шаг. Поднимаем в контрголоб с правой ноги. Едем в лево, но едем с правой ноги. Переходим в шаг. То же самое можно сделать и в другую сторону. Чтобы у вас лошадь одинаково, пропорционально развивалась в свою и правую, и левую сторону. Поднимаем лошадь с правой ноги в правую сторону. Вот она у нас с вами поднялась правильно с правой ноги. Правая диагональ впереди. Правый перед, правый зад. Переходим в шаг. Поднимаем в контрголоб с левой ноги. Едем вправо, а лошадь идет в контрголоб влево. Переходим в шаг. Поднимаем еще раз в правой ноге. Лошадь идет правильно с правой ноги. Переходим в шаг. Поднимаем контрголобку. Лошадь идет вправо, с левой ноги. То есть левая диагональ впереди в нее. Переходим в шаг. Таким образом исполняется контрголобка. Вначале лошадям не очень это нравится. Они могут у вас немножко вначале не понимать команды. Советую делать контрголобку начинать по стенкам. Подниматься, едете, например, в правую сторону по стеночке, поднимаетесь с левой ноги. Вначале лошадь учите делать это прямо. На вальту, конечно, это делать посложнее. Но тоже очень нужное упражнение. Очень хорошо развивает, группирует лошадь, делает ее более гибче. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...